Часовые границы, сто лет. Самое интересное в этой выставке в рассказах об экспонатах, представленных в военно-историческом музее, в истории как отдельного предмета или бойца на фотографии, так и в истории всей российской пограничной службы. А ей уже век. И юбилей ее в музее Диорами отметили так, встречей и открытием тематической выставки, составленной из личных вещей орловчан и документов из их архивов. Маршал Жуков писал в своих мемуарах, как львы дрались советские пограничники, и только через их мертвые тела в Рахму продвинуться на пять вперед. Это выступает единственный в нашей области заслуженный пограничник России. Стать пограничником он решил после событий на Даманском. То, о чем прочитал Кутас в газетах, отрезанные головы, выколотые глаза и прочие ужасы, совершенные китайскими провокаторами, возмутило и потрясло его настолько, что решение созрело мгновенно. На выставке представлены материалы как раз о таких орловчанах, прослуживших в разное время на разных рубежах. Один из рубежей в центре страны, рядом со столицей, Шереметьево-2. Были захваты самолетов. И у нас в Москве были захваты самолетов. И попытки прорыва через груздраницу. Попытки провести сионистскую литературу. Потому что в то время мы находились на острие борьбы двух отделов. Сотни орловчан когда-то носили на плечах две буквы ПВ. Ими и для них же была создана областная общественная организация. Членов ее на встрече наградили юбилейными медалями. Были тут и родственники погибших погранцов. Например, вот мама Андрея Трусова. Он погиб в Чечне вместе с Евгением Родионовым, не снявшим по требованию боевиков крест и не предавшим православную веру. Это известный факт. Но мало кто знает, что было-то их четверо растерзанных вместе. И что всех четверых позднее предлагалось причислить к лику святых. ПВ всего две буквы, но ими можно написать тома про эти сто лет. Сергей Быковский, Сергей Руднев, телеканал Первый областной.